Саживаться, потому что с 15 часов мы уже можем начинать наш круглый стол. Здесь он, да, здесь мы только пригласили. Женя, попросите, чтобы мне дали список с теми, кто присутствует в этом, чтобы я могла как-то понимать, кто пришел, кто не пришел. Есть тем? Есть тем, кто не пришел. А, где же я видела это лицо? Есть тем, кто не пришел. Так, уважаемые коллеги, я предлагаю начать, потому что у нас регламент нашего круглого стола составляет 2 часа с 15 до 17 часов. Конечно, это не означает, что мы ровно в 17 должны покинуть это помещение, но, тем не менее, многие рассчитывают свое время, чтобы не было никаких неожиданностей. Итак, тема нашего сегодняшнего круглого стола «Умные города. Потенциал и перспективы развития для регионов России». Нам очень приятно, что в этом зале сегодня собралось очень много народу, и я думаю, это связано с тем, что проблема развития городов, она является очень комплексной, очень значимой. И, кроме того, для нашей страны она имеет принципиально важное значение в поисках новых драйверов роста. Роста экономического, роста культурного, инновационного, и список этот можно продолжать. Однако, с чем мы сталкиваемся в последнее время? Что термин «Умные города» достаточно сложно трактуется. И если мы посмотрим на определение «Умного города», то мы можем увидеть большое количество подходов к трактовке этого понятия. Но я думаю, что сегодня у нас будет возможность обсудить, что мы понимаем под «Умным городом», действительно ли это новые драйверы роста, наши «Умные города», или это очередной маркетинговый ход. Какое значение имеет развитие «Умных городов» для России и для регионов России? Какая связь существует между «Умными городами» и нашими давно известными и давно существующими наукоградами? Сводится ли понимание «Умного города» только внедрением в инфраструктуру города информационных технологий? Или это принципиально иное существование города? Относится это к жителям, или это только качество городской среды? Я думаю, что сегодня мы постараемся с вами обсудить все эти темы и к финалу нашей встречи подойти к вопросу, есть ли в России сейчас нормативные экономические предпосылки для развития и формирования «Умных городов». Сейчас я хотела бы предоставить слово... Я сейчас хотела бы предоставить слово председателю управления ОНО «Центр компетенции по электронному правительству» Дрожжинову Владимиру Ивановичу, который в своем докладе познакомит нас о том, как он видит переход от Града Безумного к городу полуумному и от него к умному. Пожалуйста. Спасибо большое за приглашение принять участие в «Круглом столе». Тема, конечно, интересная, но, грубо говоря, пафос моего выступления, он заключается в том, чтобы расширить рамки достаточно узкого вопроса, который мы называем «Умным городом», до, так сказать, проблем страны в целом. И, исходя уже от этих проблем, опять вернуться к «Умному городу» и тогда понять, есть ли у него действительно потенциал в Российской Федерации и в регионах. А поскольку вопрос стоит о регионах всех, то это, в общем-то, и есть вся страна. У нас их теперь сейчас сколько? Да, регионов. 2,85. 85, да, правильно. Я вот тут недавно только что вернулся с другой конференции, там тоже четко ответили, что 85. Так, значит, ага. Значит, кстати, сколько у меня времени? Предлагаемый регламент, доклады 10, максимум 15 минут и все остальное время на дискуссию. То есть наши доклады, у нас 4 доклада, мы должны уложиться в течение 45 минут примерно и потом дискуссия в течение часа. Кстати, по регламенту, я предлагаю задавать вопросы сразу после доклада. 3-4 вопроса и переходим к следующему докладу, а затем дискуссия. Спасибо. Значит, ну, касательно определения, ну, порядка сотни есть определений «Умного города», и каждый, как говорится, со своей кочки определяет. А кочка – это то место, на котором он зарабатывает деньги. То есть если это информационные технологи, то они, значит, по одному определяют. Если это градостроители, они по-второму. Если это какие-нибудь там экологи, которые все хотят, чтобы все позеленело, они по-своему, ну и так далее. Но есть некоторые, действительно, определения, которые, ну, исходят из неких таких более общих подсилов, человеческих, да. То есть мы хотим, чтобы, в принципе, это было место, где люди российские, особенно российские, мы о них в основном заботимся, были счастливы. Сейчас уже, кстати, есть рейтинги городов России по уровню счастья. И какой город, с вашей точки зрения, самый счастливый в России? Багадали. Нет, не Багадали. Грозный, грозный. Нет. Значит, самый дисциплинированный. Нет, счастливые люди там. Причем здесь дисциплинированные? Дисциплинированные – это уже, как говорится, правоохранительные органы влияют. Да. Так что, вот здесь такое определение, которое, мне кажется, ближе всего к сердцу Минэкономразвития, да. Город может считаться умным, когда в нем инвестиции в человеческие и социальные капиталы, и в традиционную, транспортную, и современную, и КТ-инфраструктуры, обеспечивают устойчивое экономическое развитие, высокий уровень жизни при мудром управлении природными ресурсами и с помощью участия граждан и их вовлечения в управление городом. Ну, то есть, как говорится, повесть из одного названия. Здесь, похоже, все, что касается человека, охвачено. Теперь, значит, когда вот эти сотни определений, мы это как-то отклассифицируем, ну, как полагается ученым, да, не что-то, так сказать, так неинтересно, как что-нибудь собрать до кучи и потом отклассифицировать, чтобы было понятно, какие виды есть. Так вот, в основном, значит, есть три вида таких умных дорогов по-кромплому, да. Это, значит, улучшение качества жизни жителей, среда, устамуслуги предпочитают, потом, значит, формирование устойчивой зеленой среды для жизни, инфраструктуры, и другая – это развитие человеческого капитала. Это вот тут уже, где-то я видел случайно, значит, к умному еще пристегивают, значит, научный, научный и умный город там, ну и так далее. Но это я уже говорил, что это уже профессиональный перекос, и каждый старается окрасить это понятие в то, что ему ближе и от чего он получает кусок хлеба. Я сейчас просто не буду подробно останавливаться на этих вещах, но вынужден сказать, что вообще, когда люди рассматривают вот эту проблему умного городов, то как бы подходят, я еще раз говорю, каждый со своей кочки. Если же подойти из более таких системных, так сказать, концептуальных позиций, да, то оказывается, что вообще четыре вещи определяют развитие и понятие умного города. Это рамки этого понятия, да, затем архитектура, модель зрелости и маршрутная карта его реализации, если уж, как говорится, где-то затеваются проекты умного города. Ну, модель зрелости, она просто обязательна. Почему? Когда мы, как бы, живем в нашей политической системе, да, то у нас каждый политик, выходя на авансцену, значит, бросает какой-то, выбрасывает флаг, ну, например, сделать из Москвы умный город, да, потом он отсидел там четыре года и от винта вышел новый. И спрашивать уже неского, а ведь этот проект умного города, он вообще, говорят, долгосрочный, и в 15 лет, и в 20 можно, как говорится, превращать существующий город в умный. Поэтому здесь очень важно, чтобы независимо от этой смены поколений, так сказать, власть держащих, тем не менее, трудящиеся и налогоплательщики, как мы, да, мы могли следить, как это вообще происходит, действительно мы куда-то двигаемся вперед к умному городу или нет. Поэтому вот эта модель зрелости, она достаточно просто, между прочим, определяется. Хотя у IDC есть более такие заковыристые подходы к этому моменту, но есть и один простой, который даже, можно сказать, школьник третьего класса может определить, что такое зрелый или незрелый город. Ну, и маршрутная корта, которая, естественно, она эпизодически обновляется там и так далее. Вот здесь вот карта, вообще говоря, где-то в мире на 2012 год было 143 проекта умных городов. Здесь очень важно подчеркнуть, что есть город умный, который строится в чистом поле, как город Сангдо, если кто слышал, Южной Кореи, да, и есть трансформация существующего города в умный. Ну, чтобы было понятно, значит, Сангдо, 250 тысяч жителей, 40 миллиардов долларов за 15 лет. Сейчас уже там продаются, естественно, это город, его размещение выбрано, исходя, так сказать, что это место на перекрестии всяких логистических, торговых, бизнес-маршрутов пролегает, он недалеко от Сеула и аэропорта Ичхона, и поэтому, значит, там, грубо говоря, люди закупают своей, так сказать, недвижимость этажами, там, домами и так далее. Вот, ну, и, естественно, в этом городе он сразу проектируется, так сказать, как умный, поэтому все системы, которые у него есть, они априори тоже являются сумными, умными, поэтому этот город стопроцентно умный. Но существующий город, ну, к примеру, Москва, да, ну, это понятно, что это уже инфраструктура, более того, по изучению специалистов, в таком городе, как Москва, где-то порядка 11 групп заинтересованных в развитии города, и у каждого свой интерес. Поэтому в таком городе согласовать все интересы с тем, чтобы они сошлись вот на умном городе, это вообще нетривиальная задача. И более того, значит, уже анализы показывают, что пока, так сказать, трудно достигнуть консенсуса, потому что здесь нужен консенсус, не то, что голосование, да, а именно консенсус всех заинтересованных стран, потому что все они живут в этом городе, и всем им еще жить в нем. Поэтому ухудшать чье-то самочувствие, правильно, это, в общем-то, было бы неэтично. Так, это, короче, что касается теории. Значит, вот здесь вот я просто привожу, извиняюсь, ссылки на свои работы и выступления, где вот эти вещи, так сказать, ну, системные, да, они описываются подробно. И такой вопрос я ставлю. Нужна ли единая государственная стратегия создания умных городов, соответствующая требованиям социально-экономического развития России? Я отвечаю, нет. Коммерческие компании уже создали умные технологические решения, как для традиционных городов, трансформируемых в умные города, так и умных городов, создаваемых в чистом поле. То есть, вообще говоря, для бизнеса нет вопроса создать бизнес. Ну, я вам говорю, даже вот этот пример Сагдо говорит, а сейчас, когда технологии строительства будут там небоскребы по 100 этажей за 3 месяца с помощью трехмерного принтинга, как говорится, возводиться, то это, ну, вообще говоря, тоже совершенно не проблема, понимаете? И это, кстати, проблема для России. Сейчас мы дальше увидим. Второй вопрос. Нужна ли единая государственная стратегия размещения умных городов, соответствующая требованиям социально-экономического развития России? Вот здесь в ответ да, но она должна быть совмещена со стратегиями как территориального планирования расселения жителей, так и решения проблемы моногородов, простите. Их 342 штуки пока, и в них живут 10% населения, а 70 городов из них находятся в бедственном положении. Ну, говоря, из общих соображений, мы должны были бы вот этих 70 городов, которые в кризисе находятся, сначала их проблемы решить, правильно, чем начинать там какие-то строгать воздушные замки из умных городов. Значит, этими вопросами, кстати, моногородов занимается Минэкономразвитие, департамент, а Минрегионразвитие, департамент особых экономических зон проектов развития регионов и моногородов, и Минэкономразвитие, департамент стратегического развития государственной политики в сфере территориального планирования, а также, значит, экспертные научные сообщества. Значит, в принципе, сейчас для моногородов придумана такая, просто снос моногорода, второе, сжатие его, так сказать, до неких размеров, когда он сможет существовать, да, и второе, диверсификация, там, его, там, ну, чтобы, вы знаете, моногорода около каких-то крупных производств обычно рядом создавали, да, значит, если есть возможность еще какое-то новое производство, который будет потреблять ресурсы человеческие и так далее, то это как бы, и вот этим как раз Минэконом. Развитие занимается. Значит, что здесь интересно, вот есть такой общероссийский форум ежегодный, кстати, нетривиальный, называется «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Он проходит, как правило, в Санкт-Петербурге. Вот я посмотрел, так сказать, то, что на нем творилось, значит, в прошлом году, ну, не в прошлом году, а, да, в прошлом году, то, в общем, прямо скажу, что все высвечиваются, все проблемы там, так сказать, градостроительство в России, в градостроительстве я имею в виду не в архитектурном смысле, а градостроительство в смысле строительства городов по всей России, как таковых, разных размеров. Вот, и, значит, здесь вот основные понятия, которые для, ну, обсуждались там, это городская агломерация, значит, когда рядом несколько городов размещается, находится, да, организация территории, пространственное развитие, затем основные понятия, опять же, расселение, система взаимосвязанного расселения территории. Ведь у нас проблема как? Есть драйв. Вы знаете, что у нас в Приморье, да, по нашу сторону 12 миллионов живет, а по китайской сколько? Ну, есть какие-нибудь предложения? А? 200. Нет, 120 миллионов, ну, все равно, в 10 раз мало. То есть, если они все разом перейдут нашу границу, то, ну, как говорится, пешком, да, это уже нет никаких вопросов. Вот в чем проблема. У нас есть драйв, значит, с востока на запад, а из запада, ну, страны, я имею в виду, уже, так сказать, туда, еще дальше на запад, и в штаты, и тогда. Вот, вот это, так сказать, тенденция. Поэтому, говорите, грубо говоря, я еще раз повторяю, об умных городах-то непонятно для кого мы их будем создавать-то. Поэтому надо обязательно эту всю проблему ввязать, так сказать, с проблемой страны, ее роста населения, размещения и так далее. И вот там, кстати, рецепты были озвучены на этом форуме. На Центр стратегических разработок, ЦСР, ну, возглавляет бывший, так сказать, замминистр Минэкономразвития. Значит, они в основном работают по части прокладки высокоскоростных железнодорожных магистралей, связывающих городские агломерации. Затем, АВ-группа, вообще нетривиальная, оказалось, консалтинговая группа, такая, развитие полюсов роста и городских агломераций, освоение коридонов экономического роста. Вот это очень, кстати, интересная концепция, и они, на самом деле, указывают, вообще говоря, пути, куда, как, где строить, чего, куда людей расселять. И в Санкт-Петербурге, значит, Государственный аграрный университет, они развивают идею строительства аграрных умных городков. Кстати, между прочим, значит, интересная информация. В Соединенных Штатах сельское население увеличивается. В Белоруссии построили уже полторы тысячи аграрных городков. Понимаете? То есть, процессы, они совершенно, так сказать, какие-то у нас другие, по сравнению с некоторыми городами. Наверное, странными. Ну, наверное, не со всеми, может, где-то еще хуже, да? Но, по меньшей мере, видите, есть совершенно два разнонаправленных вектора развития. И вот СНИПИ градостроительства, они, значит, рассматривали организацию пространства и расселения в системе государственного стратегического планирования. Вот, как говорится, вот здесь, кстати, от ЦСР табличка, вы видите, что если у нас число городов сокращается, то, извините, число городских агломераций увеличивается. Это и есть потенциал. Если мы эти агломерации начнем объединять скоростными железнодорожными магистралями, то за счет обмена, вот Якунин недавно выступал, он говорил, что доход населения в этом месте увеличивается на 20%. Ну, дальше очень много всяких интересных вещей. Вот здесь вот, в частности, вот эта карта, как будут прилегать высокоскоростные магистрали. Здесь вот эти полюса разве... А полюса роста это кто? Это города-миллионники. Чем их будет больше? А потому что они подсасывают из окружающей среды, так сказать, рабочую силу там и так далее. А вот это вот эти вот коридоры экономического развития. То есть, не где-то в поле в Якутии строить умные города, а вот по этим коридорам, понимаете. С севера на юг, там, с востока на запад. Вот на них четыре штуки здесь изображены. И, естественно, это результат научного анализа и исследования. Ну, это все понятно. Ну, и про проблемы моногородов я уже сказал. И вот сейчас интересное движение есть на юго-востоке. Вы знаете, что у нас как бы вот обезлюдевают деревню, да, и как бы некому вообще, так говоря, не сеять, не пахать, не собирать. Тогда, значит, вот у них по другим причинам возникла идея агрогородков. В городе. Пусть город сам построит, небоскреб там на сто этажей. И вот гидропоникой, понимаете, все эти сто этажей заполнят помидорами, огурцами, там, не знаю, морковью, редиской и так далее. И вот уже ни одна конференция, выставка там на юго-востоке происходила, где показывают, как в городе заниматься сельским хозяйством. Это, кстати, тоже один из вопросов умного города. И вот здесь, коллеги, значит, слайд, для того, возвращаясь к названию моей презентации. Вот здесь вот представлены, грубо говоря, системы города умного. И, значит, мой, так сказать, тезис, да, гипотеза. Умным, ну, Чехов, он что говорил про человека? В человеке должно быть все прекрасно, да, и душа там, и что-то, и тело, и что еще? И одежда, понимаете? Так и в умном городе. Если вы возьмете что-то и сделаете одно умное, он от этого не станет, город умный, правильно? Умным он станет только тогда, когда все системы в нем будут умные. И вот здесь вот эти показаны, их 10 штук. Ну, это там, допустим, там, энергоснабжение диверсифицированное, транспортная система, там, ну, информационное обеспечение и так далее. И важно то, что, значит, все эти системы потом собираются и создается некий институционный центр, ну, или, как бы, центральный пункт мониторинга и управления городом, да? Вот здесь вот для интереса, вот недавно в Москве открыли управление, центр управления и мониторинга транспортной системой в городе. И вы видите, что это вообще будет здорово, какая конструкция, правильно? Здесь люди, а такая система такого рода должна быть на каждую. На электроснабжение, на водоснабжение, там, на экологию, на транспорт и так далее. И если, допустим, этих систем будет 10 штук, то отсюда и получается, умный город тот, у которого все 10 подсистем, кстати, обратите внимание, я говорю не подсистем, я так чуть не оговорился, а систем. Почему? Потому что умный город – это система систем. То есть, каждая из отдельных систем, она, в общем говоря, независимая, правильно? И только целеполагание быть частью умного города заставляет создавать объединение на самой верхотуре, только чтобы, так сказать, согласовывать и совместно коррелировать деятельность каждой из этих систем. Но, в принципе, это система систем. И, да, и, короче, дальше такое, если их 10 штук, да, умный город, когда 10 штук, когда 0 – это безумный, а когда, допустим, 5 – это будет полоумный город. Ну, и здесь в качестве, значит, примеров отечественных, так сказать, реальных проектов, которые реализуются, это вот умный город Москва, но умным городом они только на экспорт подают такое название. Здесь они его называют информационным городом, да, потому что не всем уютно. Затем умный город Казань, ну, город Казань, что там, ну, в общем, тоже некий, так сказать, район достаточно большой, ну, и умный город Сколково. К сожалению, так сказать, ни у одного из них мы не видели общественности, не представлено было вот тех четырех документах, о которых я говорил, поэтому, в принципе, непонятно, как это происходит, будет ли, выполняется ли там и так далее. Ну, пожалуй, я на этом и закончу, потому что время мое истекло. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Иванович. Ой, Владимир Иванович, простите, пожалуйста. Вы дали общее представление о подходе к умным городам с акцентом на том, как это трактуется в России. И сейчас, пожалуйста, вопросы докладчику по теме его выступления. Пожалуйста. Просьба представляться тем, кто задает вопросы, потому что у нас идет аудиозапись нашего мероприятия, потом можно будет получить стенограмму. Пожалуйста. Умность заключается в том, что в неких пределах этой системы работает независимо от сознания человека. Она автоматическая, самонастраемая, развивающаяся там и так далее, как хотите. Вот это критерии. Спасибо. Пожалуйста. Максим Магеевич, Нейдер Электрик. Владимир Иванович, я все-таки один хотел бы комментарий к вашему докладу. Мне кажется, не стоит путать вопросы повышения инфраструктуры, эффективности инфраструктуры городов с созданием умных городов. Вот когда мы говорим о всяких территориальных планированиях, да, там, моногородах и прочих вещах, мне кажется, мы уходим от тематики. Ну, это так вот, мне кажется, все-таки давайте, если мы говорим о Smart Cities, то и если эту тематику мы развиваем в России, то нужно как бы фокусно об этом говорить. И вот вопрос мой относительно, у меня на самом деле два вопроса, если позволите. Первый вопрос. Как вы считаете, как нужно учитывать специфику российских городов, их историю, инфраструктуру в переходе их, скажем так, к смартизации, да? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как вы считаете, какие модели взаимодействия заинтересованных сторон в городах могут быть в России эффективными для обеспечения эффективности, окупаемости, ну и продвижения тематики умных городов? Спасибо. Ну, я знаю, что Шнайдер Электрик в России уже окучило несколько городов в честь их повышения интеллекта. Поэтому, значит, ваше опасение понятно. Но я в самом начале сказал, что все продавцы своих товаров стараются окрасить понятие умного города в цвета своих технологий. Поэтому то, что вы, так сказать, об этом беспокоитесь, я это понимаю, но не разделяю, прямо скажу. Теперь, учет чего вы там сказали, истории. Два вопроса. Первый. Как учитывать специфику и сложившуюся инфраструктуру российских городов, чтобы, как это влияет на смартизацию российских городов? И второй вопрос, с вашей точки зрения. И второй вопрос. Какие модели взаимодействия заинтересованных сторон могут быть эффективными? Ну, значит, во-первых, если не учитывать, то вообще это, грубо говоря, задача неподъемная, трансформация существующего живого города в умный. Понимаете? Поэтому, во-первых, во-вторых, здесь еще вопрос денег. Я вам сказал, если 10 систем в городе, да, которые должны быть умные, то это у кого-то пупок финансовый развяжется, понимаете? Их сразу начинать 10 делать. Будут как-то степ-бай-степ, то за это, то за то, там, и так далее. Поэтому я и говорю, что пока вы будете, ну, вот это сангдо, это в чистом поле, извините, 15 лет строили, да, в чистом поле. А здесь живой организм трансформирует. Мы уже все здесь, зрители и Бутова, там, и всяких прочих у нас районов, что там делать, когда вы начинаете по-живому там что-то такое делать, да. Поэтому обязательно учитывать специфику, конечно, но это все, естественно, усложняет, удлиняет и не у всех денег хватает. Ну, а модели взаимодействия, это уже нужно обращаться к кризис-менеджерам, да, которые занимаются вообще вот этими вопросами конфликтологии и так далее. То есть, как, какие у них модели для разрешения этого конфликта. Для того, что пока что, значит, в Москве это решается за счет силовых приемов. Вот я сам лично живу на Мичуинском проспекте, там у нас есть такая закрытая школа молодого политика, когда-то Лужковская, да. И вот они сейчас на соседнем участке хотят, значит, сгромозить трехэтажное здание для каких-то младших классов. Народ говорит, у нас тут гулять людям некогда, а вы тут еще хотите настроить. А это все в пределах, ну, грубо говоря, такого квадрата, который огорожен домами, да, в середине. Ну, и сходку там сделали у магазина. А потом оказалось, что, значит, собрали подписи у профессоров МГО, они все за этот, ну, и понятно, от чего они там, за эту пристройку. И так далее, понимаете, и несмотря на крики, обращение в прокуратуру, тем не менее, сейчас уже считаю, все, уже зарядили, проект реализуется и так далее. Вот, вот эта проблема. У меня нет решения, надо обращаться к специалистам по конфликтологии. Но пока что, я говорю, городская верхушка администрации, она решает этот вопрос силовым образом. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Буквально секундный комментарий, уважаемые коллеги, подписи профессоров МГО были фальсифицированы, это доказано месяц назад. Не наносите имиджевые потери коллегам. Сергей Баринов, Высшая школа экономики, спасибо. Уважаемые коллеги, давайте мы все-таки вернемся к теме городов, умных городов, а не градостроительных конфликтов на территории Москвы. Коллизий, конфликтов и так далее. Если вопросов докладчику больше нет, то сейчас, мне кажется, для того, чтобы наша дискуссия стала более заинтересованной, я бы хотела предоставить слово разработчику реального проекта, спасибо большое, реального умного города, пилотного проекта, который реализуется на Северном Кавказе. Да, тут тоже есть определенная коллизия, что такой сложный регион и реализуется проект умного города. Поэтому слово предоставляется вице-президенту ОАО «Энергострой-МН» Румянцеву Виктору Геннадьевичу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые господа. Я хотел бы, скажем, вкратце рассказать о том, чем мы занимаемся в последнее время и, в общем-то, в первую очередь обратить внимание на те сложности, с которыми нам пришлось столкнуться при реализации проекта «Умный город». В общем-то, начну с того, что стратегия развития территории Российской Федерации, в общем-то, связана с интенсивным развитием региона и спускаясь ниже инвестиции в экономику, современная инфраструктура, энергетические мощности и так далее. В этой ситуации мы приходим к тому, что все-таки начинаем с инвестиций в экономику региона. Инвестиции в экономику региона требует современная инфраструктура, а современная инфраструктура базируется на каких-то серьезных финансовых затратах. И, в общем-то, мы, скажем так, пройдя по кругу, возвращаемся опять-таки, начинались с денег и заканчиваем деньгами. Я был в Германии на конференции, и там сказали, что главное условие инвестиционной привлекательности любого региона – это наличие современной инфраструктуры. То есть, если есть современная инфраструктура, западный инвестор готов вкладывать деньги. В нашей ситуации для того, чтобы появилась современная инфраструктура, нам эти деньги, собственно, и нужны. Поэтому мы исходили из того, что перед нами стояла задача реализации проекта, в котором можно было бы, используя современные какие-то рычаги и современные подходы, реализовать проект создания инновационной инфраструктуры в отдельном взятом регионе. Поэтому 8 сентября 2012 года на саммите АТС в Владивостоке было подписано соглашение между ФСК, Тошиба Корпорейшн нашей компанией о реализации проекта по созданию высокоэффективной энергетической инфраструктуры на территории Северокавказского федерального округа. Опять-таки, энергетическая – это как основа той инфраструктуры, на которой, собственно, базируется все остальное. И этапы, три этапа основных – модернизация строительства объектов электроэнергетики. Мы уже, собственно, этот этап реализуем и модернизируем подстанции, которые находятся на территории Северокавказского федерального округа. Второй этап – это создание территориального интеллектуального кластера «Энергоэффективный город» с последующим развитием до уровня «Умный город». Здесь определены пилотные проекты города Гудермес, Каспийск, Кисловодск и Магаз. И третий этап – это развитие технологии «Смарт-грид» и «Смарт-сити» в регионе, реализация полученного опыта в других городах, ну и, соответственно, в других территориальных кластерах. На данном слайде представлено наше видение модернизации энергоснабжения, то, которое мы, в принципе, реализуем не только на подстанциях, но, в общем-то, и в рамках города. Далее, вот это как раз наше видение, понятие «Умный город», которое состоит из нескольких кластеров, управляемых институционного центра. В данном случае здесь идет речь об энергоснабжении, информационной сети, экосистеме, теплоснабжении, водоснабжении, ну и другие. И здесь я хотел бы отметить самое главное. У нас очень много проектов, которые реализуют отдельные компоненты «Умного города». Притом, если сложить стоимость этих компонентов, когда они реализуются отдельно, и сравнить с этими же решениями, но выполненные комплексно, то разница, получается, достигается до двух раз, двукратная разница. То есть можно использовать одни и те же информационные сети для решения задачи энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, ну и так далее. Поэтому на данном слайде лишь концепция формирования инфраструктуры «Умного города». Ну и третий этап – это как раз «Умный регион», который будет управляться из единого центра, единая система управления по региону Северного Кавказа. Наверное, это будет как раз ситуационный центр Северокавказского федерального округа. Участниками проекта данного являются сам Северокавказский федеральный округ, правительство четырех субъектов федерации, администрации городов, МРСК Северного Кавказа, российские сети и наша компания, которая имеет достаточно неплохой опыт в реализации серьезных инфраструктурных проектов. Достаточно сказать то, что мы участвовали в строительстве инфраструктурных объектов в городе Сочи, и нами построено восемь энергетических объектов для Сочи, и, в общем-то, показали они себя очень неплохо. В рамках этого проекта создана рабочая группа, которая состоит из представителей МРСК Северного Кавказа, нашей компании, Россетей и дополнительные рабочие подгруппы, которые располагаются в трех республиках. Интерес к этим городам заключается в том, что каждый город, в общем-то, он очень разный и своеобразный. То есть Кисловодск представляет собой курортный кластер, и здесь реализация связана именно с экосистемой. Магаз – это город, который строится, в общем-то, с 95-го года, это будущее столицы Ингушетии. Здесь можно реализовать те решения, которые можно закладывать на уровне проекта. Гудермес – административный промышленный центр Гудермесского униципального округа Чеченская республика. И Каспийск – это приморский город, который расположен на побережье Каспийского моря, у которого есть проблемы, связанные и с пресной водой, и с точными водами, и с мусором, ну и так далее. То есть, решая вот эти вот четыре задачи, мы получаем, в принципе, четыре различных проекта, которые можно тиражировать в других регионах. Ну, на этом слайде у нас показана реализация проекта, поскольку мы уже приступили к реализации проекта и столкнулись со многими вещами, которые, в общем-то, до этого себе не представляли. Наиболее серьезные и сложные вещи связаны с тем, что нам приходится проводить аудит городской и пригородной инфраструктуры, и, в общем-то, за последние, наверное, лет 20, а то и 30 никто этим аудитом всерьез реально не занимался. Вторая проблема при реализации проекта, мы столкнулись с тем, что любая инициализация проекта должна исходить от города. У города нет собственных проектных мощностей, соответственно, а представьте себе, паспорт проекта, это документ где-то порядка 300 страниц, и если проект на институт его выполняет, то стоимость подобного проекта от 5 до 15 миллионов рублей. Вот для того, чтобы город обратился в центр с просьбой инициализировать этот проект и финансировать его, он должен создать этот паспорт проекта, передать его в республику, республика передает это в Министерство регионального развития, ну и так далее. То есть, вот все вот эти моменты довольно-таки сложные, и самый, наверное, сложный из всех моментов – это реализация схемы финансирования подобных проектов. На данном слайде, значит, показана сама схема реализации проекта, которая, в общем-то, состоит из трех этапов, связанных именно с началом проекта, с разработкой модели и самого, скажем там, механизма. И третий этап – это уже все, что связано со строительством, с тиражированием опыта, ну и так далее. За основу и начало мы взяли комплексную модернизацию, поскольку для того, чтобы вообще начинать какую бы то ни было, здесь до меня сказали, что какой умный город, если у нас, скажем, никто не вкладывал в инфраструктуру города, ну там, в течение 20-30 лет денег. То есть, сначала нужно модернизировать ту структуру, которая имеется, и только после этого начинать уже вводить какие-то умные элементы. Но мы предлагаем немножко, скажем так, сбалансировать это и сделать таким образом, чтобы у нас комплексная модернизация проходила с одновременным внедрением элементов умных городов. В частности, это связано в первую очередь с электроэнергетикой, с теплоснабжением, водоснабжением, ну и так далее. В качестве старта, поскольку я представляю компанию, которая занимается электроэнергетикой, мы взяли электрические сети. Поэтому те решения, которые мы предлагаем для умных сетей в рамках проекта, кроме того, что они повысят эффективность, надежность, пропускную способность электрических сетей, они позволят достичь качественно нового уровня эффективности функционирования и развития всего электросетевого комплекса. И, в принципе, это создаст основу для расширения проекта как раз до стадии «Умный город». Высокоэффективная электросеть. Здесь можно говорить очень много. Но по Северному Кавказу, наверное, самые основные решения связаны с тем, что если сравнить, какое количество электроэнергии похищается, то эта сумма как раз, наверное, сопоставима с теми средствами, которые можно вложить вообще в инфраструктуру «Умного города». Поэтому нами предлагаются основные решения, которые, в общем-то, исключат самое главное – это коммерческие и технологические потери. Система гарантированного энергоснабжения, которую мы предлагаем, она в первую очередь направлена на то, чтобы обеспечить энергоснабжением потребителей первой и второй категории в рамках уже существующих сетей. То есть остается основная сеть, к основной сети добавляются элементы возобновляемых источников энергии, аккумуляторные батареи большой мощности, и все это соединяется в некую локальную сеть гарантированного энергоснабжения потребителей первой категории, те, кто имеет уже, в принципе, гарантированные системы энергоснабжения. Следующий этап – это создание ситуационного аналитического центра, в котором бы собиралась вся информация по объектам, и этот ситуационный центр смог бы поставлять всю эту информацию для администрации, для служб экстренных, чрезвычайных ситуаций, управляющих компаний, диспетчерских служб. В рамках ситуационного центра входит такое понятие, как безопасный город, и здесь мы предлагаем как раз те решения, которые можно было бы финансировать из единого, скажем так, источника. То есть система видеонаблюдения за местами массовых скоплений, система предупреждения о чрезвычайных ситуациях вместе с системой контроля за автотрафиком. Я хочу сказать, что все решения, о которых мы говорим, и те деньги, о которых мы говорим, это довольно-таки большие суммы, и поэтому вот только на примере города Каспийска, можно сказать, решения, применяемые чисто по энергетике, это порядка трех миллиардов рублей. При том, что эти деньги не полностью строят новую инфраструктуру энергетическую, это только модернизация. То есть здесь, ну по большому счету, это латание дыр. То есть вот этими деньгами, тремя миллиардами, можно залатать дыры, ну на перспективу, может быть, лет 10, но не более того. Поэтому, в общем-то, одним из основных моментов, которому я как раз хотел бы, ну особо, наверное, остановиться, это формы финансового содействия. Сейчас об этом много говорят, то есть те, которые стандартны, это средства городского бюджета, республиканского, федерального, инвестиции, товарные кредиты, займы и так далее, это все понятно, и в общем-то, есть возможность эти деньги привлечь, но только в том случае, если у региона эти деньги, в принципе, есть. Новые формы, это государственно-частное партнерство и преференции. Ну вот в частности, что касается государственно-частного партнерства, интересные, наиболее интересные, это договора лизинга, энергосервисные контракты, консессионные соглашения и инфраструктурные облигации. Что касается налоговых льгот и преференции, я выступал в Государственной Думе с рядом предложений, которые касались бы тех компаний и того налогообложения к компаниям, которые занимаются внедрением инновационных решений, которые занимаются созданием инфраструктурных, реализацией инфраструктурных проектов, которые привлекают инвестиции для реализации подобных проектов. Это было внимательно выслушано, но и, собственно, комитет по энергетике обратился с законодательной инициативой как раз вот по всем этим вопросам, ну не знаю, насколько это будет реально реализовано в ближайшее время, потому что у нас получается так, что о городах умных мы говорим сегодня, а деньги, наверное, будут в недалеком будущем или далеком. И вот в данном случае представлено видение того, как может работать инфраструктурный облигационный займ. мы прорабатывали тоже этот вопрос. В принципе, это реализуемо, но самая большая проблема после выпуска вот этих инфраструктурных облигаций найти того, кто эти облигации бы купил. Несмотря на то, что они носят, в общем-то, прибыльный характер, но тем не менее, вот наше видение предложить эти облигации государству с тем, чтобы государство приняло на себя именно, скажем так, финансирование данных проектов, причем гарантированное финансирование, при этом, что у государства есть деньги, которые лежат, в общем-то, без дела, при этом эти деньги могли бы работать. И мы проводили некий подсчет, и получилось порядка до 10% годовых, получается, при реализации подобных проектов. Что касается проблем, то они в первую очередь связаны с тем, что до сих пор нет четкого определения структуры государственно-частного партнерства. Это тот вопрос, собственно, от которого зависит сегодня реализация подобных проектов. Нет механизма реализации таких вещей, как облигации инфраструктурных займов. Кто их будет покупать, по какой цене, как этот фонд будет регулироваться. Реализация проектов через конкурсные процедуры тоже уже сейчас не соответствует текущей ситуации, то есть демпинг, некомпетентность компании, которая выигрывает конкурсы или участвует в них. Разрозненность, несогласованность действий различных фондов по финансированию проектов. Мы говорим о том, что проекты должны быть комплексными, только тогда они будут наиболее эффективными. При этом у нас есть отдельные фонды ЖКХ, фонды энергоэффективности и так далее. И возможности, скажем, реализовать какую-то комплексную программу практически нет, потому что каждый из этих фондов отвечает только за узкий свой сегмент. Отсутствие реальных источников финансирования комплексных программ развития регионов в самих регионах, такие программы, как курорты Северного Кавказа, программы социально-экономического развития СКФО до 25-го года, они в принципе не заложены в бюджет республик, и поэтому они официально существуют, но официально, скажем так, неофициально они практически не финансируются. Я уже говорил о сложной многоуровневой системе регионального финансирования, когда такой подобный проект «Инфраструктурный город» обращается к республике, республика к центру, и на каждом этапе должны быть очень серьезные исследования, проработки, и самое главное, уже на этом этапе, на этапе концепции должны быть серьезные деньги. Что касается инвестиций, то зарубежным инвесторам неинтересны незначительные проекты, им неинтересны проекты, связанные с небольшим финансированием, они хотят дать большие деньги, соответственно, под большой инфраструктурный проект, который позволил бы им разместить, скажем так, длинные деньги, при этом они хотят иметь государственные гарантии по поводу финансирования инфраструктурных проектов, это тоже связано с определенными сложностями. Ну и самое главное, наверное, просто сложный механизм возврата инвестиций при реализации энергосервисных контрактов и инфраструктурных проектов в целом. Но, тем не менее, пресса очень бурно обсуждает наш проект, при том, что мы с удивлением обнаружили, что и на Северном Кавказе, то есть и у Рамзана Кадырова, и в других регионах сообщается, что этот проект уже действует, он работает, он финансируется. Ну, если пресса говорит, что все делается, значит, наверное, так оно и есть. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое за ваш интересный доклад. Пожалуйста, уважаемые коллеги, вопросы. Можно на эти вопросы? Я все-таки не понял, какая зрелость-то умного города, который вы созидаете. Вы ничего не сказали, например, об умной транспортной системе, об умных этих самых парковках там и так далее. То есть он у вас все-таки не полностью умный, а наркотик там... У нас он умный, но просто речь идет о том, что вот сейчас конкретно, если говорить, допустим, по Каспийску, мы здесь больше всего продвинулись, в Каспийске принято шесть, вот из тех, скажем так, нарисованных нами кластеров, определено шесть. Это умное освещение городское, автоматизированная система управления автомобильным трафиком, система оповещения, ситуационный центр и умная энергетика городская, которая связана с тем, что переводится энергоснабжение потребителей с 0,4 кВт на 0,95 кВт, что в принципе исключает коммерческие потери. Вопрос в другом, что когда мы говорим о финансировании вот этих проектов, здесь, скажем, ведомственные интересы сейчас, они мешают вообще в принципе реализации подобных проектов, потому что те решения, которые у нас связаны с энергетикой, они зачастую переплетаются с вопросами теплоснабжения, поскольку, допустим, в южных городах нет централизованного теплоснабжения, значит, они переплетаются с интересами ЖКХ и так далее. Поэтому вот сейчас, скажем так, мы занимаемся тем, что создаем некую финансовую схему, которая бы позволила все эти средства разрозненных фондов саккумулировать в одном месте и профинансировать этот проект. А комплексность решений, опять-таки, мы предложили, конкретно в Каспийске проблема с пресной водой, мы понимаем, что ее решить очень просто и очень быстро довольно-таки сложно, и поэтому мы предложили сделать альтернативную генерацию в виде ветряков, которые будут расположены в море, и, соответственно, эта электроэнергия будет позволять получать пресную воду, то есть будет завод по опреснению воды. Рядом будет находиться, опять-таки, система по очистке сточных вод, и там также комплексное решение, в котором заинтересованы энергетики, горводоканал и даже сельское хозяйство, потому что из донных отложений будут получаться фосфатные удобрения и решится проблема с доставкой фосфатных удобрений в Северокавказский федеральный округ. То есть это решение комплексное, точно так же, как и должно быть комплексным финансированием. Мы не говорим, просто старт идет с энерго, скажем так, энергоструктуры. Почему? Потому что, представьте себе, возле города Каспийска находится теплоэлектростанция мощностью 1 мегаватт. Что это такое? У нас ветряк мощностью 2,5 мегаватта. То есть, по большому счету, вкладывать деньги в старую инфраструктуру просто не имеет смысла. Возле города есть три подстанции, мы их проанализировали, провели аудит, их легче снести, чем их модернизировать, то есть надо строить заново. А без этого говорить об умном освещении и о чем-то еще другом, ну просто не приходится. В общем, короче, каждый создает определение умного города под себя, как я уже сказал, со своей точки, и развивает свой бизнес. Ну, здесь не совсем так, потому что мы в данном случае выступаем интеграторами проекта. Вот, скажем так, у нас большие надежды связаны со Шнайдер Электрик, потому что мы с ними встречались и обсуждали их решение. То есть, понимаете, как получается, мы к этому проекту привлекаем, вот сейчас мы уже заключили соглашение, привлекли порядка 20 компаний, российских и зарубежных. Ну, зарубежных стараемся поменьше. И в данном случае мы выступаем, наверное, в большей степени все-таки как проектная организация, которая аккумулирует все эти проекты и создает комплексную программу. А интерес, конечно, интерес. Есть интерес у Шнайдера, есть интерес большой Тавриды Электрики и так далее. Их решения будут применяться в данном случае. Мы, я не знаю, к сожалению, может, или к радостью, наша компания, компания хоть и творческая, но она не занимается разработкой новых технических решений. Она использует уже существующие, поэтому, собственно, мы привлекаем различные компании. Более того, на Кавказе, наверное, скорее всего, мы даже и строить не будем, потому что будут строить местные компании. Мы заинтересованы в том, чтобы дать возможность заработать и создать новые рабочие места. Поэтому, вот, наверное, в данном случае к нам это не очень хорошо подходит. Спасибо. Пожалуйста, еще есть вопросы к Виктору Геннадьевичу? Ну что ж, действительно, получается, что вот по этим двум докладам ясности с понятием «умного города» у нас, к сожалению, не складывается. Потому что мы сталкиваемся с разными концепциями «умного города» от комплексного подхода, междисциплинарного, когда накопленные инновации, они формируют совершенно иную городскую среду, иное качество жизни и одновременно предъявляют новые требования к качеству человеческого потенциала, то есть людей, которые в этом городе живут. Если говорить о городе Нью-Сонг, да, о котором нам вот рассказывал первый докладчик, то, конечно, этот город относится к категории не просто умных, а суперумных, и для него даже существует специальное название «Юбикитос», то есть «У-Сити» – это сверхумный город, потому что там абсолютно все системы городского хозяйства, начиная от известных нам и привычных нам водоснабжения, энергоснабжения, оснащены специальными датчиками, но такие же датчики работают и в системе здравоохранения, и в образовании, и в безопасности, и так далее, и так далее. Считается, что Ю-Сонг-До будет городом абсолютно прозрачным в смысле электронных систем, и он, по сути, выполняет роль такого опытного полигона для всего мирового сообщества. Мы, к сожалению, пока не знаем результатов развития этого города, но, тем не менее, в России умные города у нас создаются. Вот в прошлом году был заложен камень рядом с Казанью, где будет строиться, в буквальном смысле строится, Smart City, Smart City Казань. И интересно, что проект этого города был создан специалистами из Малайзии, и строительство этого города предполагается полностью за счет частных инвестиций. То есть там ищут поиск привлечения частных инвесторов для создания умного города. Но если вернуться к нашей действительности, и, собственно говоря, если опираться на мировой опыт, то мы видим, что все-таки умными в большинстве случаев называют города, в которых существует автоматизация только отдельных аспектов городской жизнедеятельности. И такие примеры мы можем привести в отношении Чикаго, Копенгагена, Стокгольма, городов Ирландии. И список этот достаточно большой. Кроме того, даже в России, вот у нас уже и Северный Кавказ, и другие города, которые присвоили себе или получили статус умного города. Ясно, что с такой высокой степенью изношенности городской инфраструктуры создавать умные города по отдельным отраслям жизнедеятельности действительно очень сложно. Но есть ли в умном городе еще особенности, связанные с качеством городской среды, связанные с требованиями к людям, которые будут жить в этом городе? Вообще, как к этому относятся наши градостроители? Вот мне казалось бы, что сейчас очень интересно было бы послушать доклад профессора Московского архитектурного института, спасибо большое, Ткаченко Сергея Борисовича, который расскажет нам, как архитекторы, как градостроители трактуют понятие умного города. Спасибо. Я хотел начать совсем с другого, правда, относящегося, естественно, к теме. Вот я взял журнал, который там лежал на столике, ну, полистал, видел этот журнал и наткнулся, тут же, конечно, наткнулся на цитату Лежавы. Илья Георгиевич Лежавы, известный нашим городостроителем, завкафедрой городостроительства архитектурного института. Спроектировать город будущего не проблема. Проблема создать такой город, где это будущее сможет обосноваться с комфортом и надолго. Надо было переделать под эту презентацию, но я уже не успеваю. Спасибо нашему информационному партнеру, журналу Urban Magazine, который так своевременно привез сюда этот журнал. Спасибо. Я согласен с Владимиром Ивановичем, что действительно безумное количество есть определений умного города. Согласен с Виктором Геннадьевичем, да, о том, что действительно такие проекты сложные, размазанные по времени, по десятилетиям, надо начинать, может быть, действительно это верно, с энергетического каркаса, за которым придет транспортный и так далее, и так далее, и так далее. То есть, чего-то надо начинать. На скелет должно нарасти мясо, но должен быть сначала скелет. Вот этот самый замечательный термин, scientific and smart cities. Ну, начнем с перевода. Вот разные есть переводы, мы понимаем по-своему, в словаре по-своему, но scientific – это научные, ученые и так далее, и так далее. А smart – это еще хитрее перевод, тут можно по-разному, тут я даже не все написал варианты, но давайте считать, что все равно это просто умный город. У нас так привыкли переводить. Ну, для того, чтобы не углубляться в разные определения, я хочу обратиться к составленной Российским Союзом инженеров классификации, генеральному рейтингу, привлекательности городской среды проживания по итогам 10 городов за 2012 год. Очень много там наших городов, но больше интересны не места, и где сначала Москва, Санкт-Петербург, Коснодар, Подольск, Кетербург и так далее, Казань. Как они определяют? Вот те самые индексы, которые наши инженеры считают, вполне могут определить качество городской среды. Ну, не буду их перечислять, тут видно. Но тут не только инженерные, транспортные или какие-то там жилищные вопросы, но достаточно серьезные занимают социальную инфраструктуру, благосостояние граждан и так далее. Всегда были в России, так сказать, прототипы сегодняшних умных городов, наукограды. Кстати, по поводу, опять возвращаюсь к Владимиру Ивановичу, вот эти вот умные коридоры, коридоры развития, фактически они совпадают с тем, чем занималась царская Россия достаточно давно. И поскольку царская Россия заложила там инфраструктуру, железные дороги, города стали расти, потом советская власть это дело, ну, или развалила, или усугубила в хорошем смысле, мы сейчас этим пользуемся, и у нас других коридоров нет, фактически. Или для того, чтобы их надо создавать, никаких средств не хватит. Ну, в СССР исторически формировались города, в которых городообразующую роль играл научно-производственный комплекс, наукограды. Сегодня это несколько иное развитие наукоградов, нежели было раньше. Сейчас не государство, не государственные программы отвечают за жизнь и развитие наукоградов, а только местное самоуправление. Ну вот, когда наступил капитализм, все города попали в океан свободного рынка, кто-то спасается государственными или частными дотациями, частные, это я имею в виду, ну, что-нибудь типа, или то, что происходит в Казани, или то, что происходит в Чечне, или то, что происходит со Сколковым. Ну, есть особое содержание, когда действительно все-таки нужны эти города, или надежные связи, которые еще с советских времен у многих городов, и они на этом, я имею в виду наукограда, наукограда, и они на этом держатся. Вот опять же, вот расположение, географическое расположение наукоградов у многих городов как раз не совпадает с теми коридорами роста по России, север, юг и запад, восток. Исторически сложилось, что в Московской области их много. Это те самые очаги развития московской агломерации, которые закладывались еще, кое-что даже закладывалось до войны. Ну, собственно, вот эта система городов-спутников. Одно из определений. Наукоградом Российской Федерации является муниципальное образование со статусом городского округа, имеющий высокий научно-технический потенциал с градообразующим научно-производственным комплексом. Для меня ключевые слова здесь – муниципальное образование со статусом городского округа. То есть это значит, что государство не отвечает за то, существует этот город и как он существует. Только муниципалитет, только сам город, граждане и те, кто платит в нем налоги. Как, мне вот кажется, можно перейти от понятия «наукоград» к «умному городу». Наукоград, ну, уже было сказано, что в основном это бывшие моногорода или города-спутники миллионников. Это город, производящий инновации. Умный город, скорее, это город, потребляющий инновации. Он может их и производить, безусловно, но вот город, потребляющий инновации. В основном, с моей точки зрения, это города-спутники, которые вряд ли будут находиться в границе самого города, там, скажем, миллионника или полумиллионника, но они должны жить в своей собственной жизни, именно как, скорее всего, новые образования урбанистические. Эти города ориентированы на интеллектуальных жителей. Возвращаясь к экспертной оценке, ну, давайте так вот, экспертная оценка. Самое интересное вот сейчас, вот в моем выступлении, должна быть городская среда. Я не анализирую ни каркасы, ни инженерии, ни транспорт и так далее. Так вот, из чего складывается городская среда? Окончательно это качество, социальная среда, то есть культура, горожан, их отношение к городу и общественная их активность, управление городом, что, ну, с моей точки зрения, это наиболее важный элемент. Какова команда, какова стратегия и есть ли она, ну, вечно, то, что пишут и газеты, и эксперты, отсутствие коррупции, общественный контроль и внешние связи. И технологический потенциал, ну, это то, что уже сегодня было в предыдущем докладе. Экспертная оценка, для кого комфортна городская среда в России. Как ни странно, получается, что наиболее комфортна городская среда для инвесторов и бизнеса, которые нашли способы работы, вот, так сказать, в нашей системе, и для специалистов высокой квалификации. Эксперты не, как бы, регламентируют, что ли, вот эти комфорты для работников без специальных науков образования туристов наших иностранных, поскольку наши города, по их мнению, города для работы, а не для свободного времени. Фактор, от которых зависит развитие городов, состояние прогноза приоритета. Вот состояние – это такой многоугольник внутри этой паутинки, и прогноз – это чуть побольше. Эксперты считают, что наиболее важная – это управленческая команда, стратегия и антикоррупция. Мне кажется, что вот в нашей ситуации очень важным является также технологический потенциал территории, города, того, что закладывается в его программы, то, что финансируется. И хотя по экспертам получился это наибольший показатель – 72, вот из всех, но вот почему-то они его не отметили. У нас есть достаточно много наукоградов, вот старых типа Дубны или, скажем, Сколково. Сейчас, чтобы время не тратить, мне больше вот то, что я в статистике нашел, на средства, вложенные в 2011 году в раскрутку нового бренда Сколково, остальные наукограды могли бы существовать 26 лет. Действительно есть такая метода, ну, направить все имеющие средства в одну точку, добиться там успеха, а потом искать следующую точку. Сколково, не знаю, Сочи, еще какие-то, Дальний Восток. Ну, в конце концов, после вот этих ударов остаются какие-то результаты. В Казани два наукограда или, как там еще назвать, вот наукоград Иннополис с одной стороны реки и вот этот Смарт-Сити Казанская с другой стороны реки. Достаточно интересные образования, его подходы. Действительно, вот руководитель проекта разработки мастер-плана, это был директор, в общем, из Сингапура, бывший главный ректор Сингапура, который занимался этим в Сингапуре, то, что там это успешный проект был, ну, как все мы это знаем. Есть иные по размеру, вот города-спутники, наукограды или Смарт-Сити, в Екатеринбурге, под Екатеринбургом строится город, в котором планируемое население 320 тысяч человек, и 9 миллионов квадратных метров, это достаточно серьезный такой город под миллионником Екатеринбургом. Обнинск, типа Дубны, тоже основанный на наших, так сказать, старых военных, космических, научных учреждениях, что ли. Возвращаемся к экспертной оценке. Что, по мнению экспертов, является приоритетом? То есть, приоритетные стороны городской жизни, которым городские власти должны заниматься прежде всего. Это, опять, борьба с коррупцией в управлении городском хозяйстве, это разработка грамотной стратегии городостроительной политики, на чем я чуть позже остановлюсь, улучшение системы управления городом, подбор управленческих кадров. Неприоритетными они считают поддержку гражданских инициатив, воспитание городского патриотизма, культура поведения в городе, техническое оснащение городского хозяйства, развитие сотрудничества с другими городами и регионами. Хотя, в общем, эти стороны жизни не исключаются, естественно. Вот по поводу как раз стратегии, социально-экономической и территориальной стратегии. Насколько стратегические документы отвечают нынешним потребностям города, обеспечивают его устойчивое развитие на перспективу? Мне больше знакомы Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, в чём-то Казань. По мнению экспертов, социально-экономическая стратегия Москвы, которая на самом деле как документ отсутствует, начиналась в последние лет 10, начиналась работа над двумя стратегиями. Сначала одну, одна была недоработана, не рассматривалась, не утверждена. И сейчас другая, Высшая школа экономики, очень хорошо знает по поводу последней разработки стратегии, социально-экономической стратегии Москвы, она тоже как бы не имеет своего развития. По поводу генерального плана. Тут я, может быть, не совсем согласен с экспертной оценкой, тем не менее. Вот это вот, что называется, «Вокс популя, вокс дэй», «Глаз народа, глаз божий», считается, что не соответствует документу территориального планирования Москвы тому, что нужно было бы Москве. И причём это мнение всех экспортов. То же самое касается Санкт-Петербурга. Странно, потому что в Санкт-Петербурге достаточно успешно работает генеральный план, который утверждён. Правила землипользованной состройки, они работают. Я вчера говорил, был в Петербурге, говорил с главным архитектором города. Ну, в общем, там нет, как бы, вот этой социальной напряжённости вокруг документов территориального планирования города. Причём, он не выступал, просто мы с ним говорили. Так что, я думаю, что всё так оно и есть. В Москве, ну, как бы, принята иная, сейчас принята иная стратегия территориального развития. То есть, не разрабатывается генплан. То есть, он, конечно, разрабатывается, там готовится задание на разработку, на конкурс для разработки генплана. Но вот уже, как бы, прошло три года, и это всё происходит. Есть две... Можешь, Полифович, меня поправит. Схемы территориального развития присоединённых территорий, которые, ну, дайте не будем углубляться, тоже не утверждены, скажем вот так. Ну, не завершены даже. Я уж не решился это говорить. Вот. То есть, Москва живёт без генерального плана, без документов территориального развития, без правил землепользования за строки. И то, что приближает, как бы, приближало бы Москву к состоянию умного города, смарт-сити, это без плана реализации генплана. То есть, без вложения бюджетов в развитие инфраструктуры, транспорт инженерный, энергетический и так далее, и так далее. Без вот этой структуры, без умного использования бюджетных средств по каким-то документам территориального планирования это всё на самом деле невозможно. То, что сейчас делается, делается немножечко на бум. Или по мнению тех, кто этим занимается. То есть, есть ощущение, что действительно отсутствие стратегии и социально-экономической, и стратегии территориального планирования мешает преобразованию любого города или образованию любого города в смарт-сити. Мы тоже немножечко отстаём по технологии, что ли, или методологии, по моделированию, стратегического планирования. В развитых странах оно уже на коллаборатив пленнинг основывается. То есть, это формирование потенциала для будущего развития на базе объединения мнений специалистов и населения. Ну, если так примитивизировать. Все помнят сказку про цветик-семицветик. Вот мне бы, конечно, хотелось, и всем, наверное, хотелось, что вот так вот отрываешь листочек, и проблемы доступности жилья, там, экологии, природы и так далее решились бы сами по себе. Но, к сожалению, никак не отрываются эти листочки, все само собой не решается. Ну, давайте приложим усилия к тому, чтобы все это когда-то произошло. Спасибо. Да, спасибо, Сергей Борисович. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы к докладчику. Да, пожалуйста. Сергей Борисович, спасибо. Очень интересная, на самом деле, информация, особенно про вот это вот идея, понравилась наукограды, на базе концепции наукоградов, пытаться какую-то технологию вот умных городов России продвигать. Мне кажется, на самом деле, есть потенциал роста вот такой идеи. У меня вот вопрос, вы говорили о экспертных оценках, что важно, что не важно, там, для городской среды, с точки зрения вот какого-то экспертного сообщества. А вот вопрос, как бы так вот перевернуть, если на 180 градусов. А есть ли понимание, что наиболее важно населению городов, с точки зрения вот городской среды? Что нужно, в первую очередь, менять в России? Это вот такой первый вопрос, если есть такая информация. И второй момент, как тогда, если есть понимание, что нужно для населения, да, в России, для изменения городской среды? Что, с вашей точки зрения, какие технологии, скажем, интеллектуализации должны, в первую очередь, применяться, чтобы вот как раз городскую среду трансформировать так, чтобы нашему населению лучше жилось, уровень жизни повышался и так далее? Я придерживаюсь технократической все-таки позиции. Я считаю, что действительно, вот скажем, энергетический каркас, транспортный каркас, вот любой городской каркас, он прежде всего способствует тому, что люди начинают жить спокойнее. Ну, примитивная вещь, что вовремя доберутся, то есть не знают, что они доберутся до работы, не за 5 минут, они доберутся за 30 минут, но они знают, что они за эти 30 минут доберутся. Они знают, что у них не будет проблем, ну, я уже не про Москву, про другие города говорят, там ни с теплом, ни с газом, ни с электроэнергией, с домами будет все в порядке. То есть, понимаете, чем как бы примитивнее, что ли, вот эти позиции, тем они будут ближе людям, мы, собственно, те же самые люди, мы тоже. Вот сейчас вот очень умно что-то говорим, приходим домой, там тепло, там горит свет, там вот еще что-то, и в магазине все есть, и так далее, и так далее, то, что нужно, и мы можем куда-то уехать, отдохнуть. Все это очень примитивно, но мы такие же люди, как все остальные, когда мы, не знаю, выйдем вот из этого замечательного зала, в котором, кстати, морозите вы человеческий потенциал, Ирина Николаевна. Вот. Нет таких исследований, потому что, вот, кстати, эти экспертные оценки, которые были вот в одной работе на Урбан-форуме московском, там какие-то десятки тысяч опрашивались по категориям. Больше меня запомнил, что первый столбик – это архитекторы. Их выделили в отдельную категорию, и у них вот все вот эти вопросы им задавались. Там очень много, на самом деле, позиций. Я уж не стал вас утомлять, есть эта работа. И там есть, там, не знаю, домохозяйки, инженеры, ученые, там, не знаю, управленцы и прочее, прочее, прочее. То есть, в общем-то, более-менее не всех охватили. Вот я бы очень так, знаете, как нам реализовать РАПКРИН? Что сделать для того, чтобы жизнь стала хорошей? Нет таких секретов. Точно так же, как в свое время вот мне спросили, сколько была такая программа. Мы должны посчитать в институте генплана, сколько нужно денег для того, чтобы Москва избавилась от транспортных проблем, от пробок. Ну, хорошо, там, четыре этих триллиона мы насчитали, сейчас насчитали еще больше, естественно. Но, я всегда говорю, что никогда ни один мегаполис от пробок не избавится. это они по определению должны быть, просто им надо управлять и так далее. Ну, не может такого быть. Или сделаем город из улиц, но от людей его освободим. То есть, вот этот вот баланс всех интересов простых людей, непростых людей, интересов чиновников, чем меньше будет интереса, тем лучше, интересы, там, не знаю, бизнеса, производства и так далее, вот это самое сложное, я про городостроительство, вот как найти этот баланс. Собственно, на это должны отвечать две стратегии социально-экономического развития и территориального планирования. Вот, собственно, что я могу сказать. Можно я дополню немного Сергея Борисовича, потому что вот мы в рамках высшей школы экономики занимаемся проблемами развития городов, ну, не умных, а вообще. И, занимаясь со студентами, мы с ними проводим такие социологические опросы, действительно, что больше всего вот молодежь ставит на первое место, что важно в городе. И по результатам анкетирования, хотя оно не очень, может быть, репрезентативно, большинство, то есть на первом месте у нас безопасность, безопасность городской среды, да, на втором месте экология, на третьем месте идет транспорт, ну, и далее там многие остальные критерии, по которым мы оцениваем. Но я бы еще хотела сделать такое дополнение, вот в вашей же презентации я видела, есть там такой слайд, кто наиболее чувствителен к качеству городской среды. Выяснилось, что вот та не очень качественная городская среда, которая есть в Москве, она притягательна для бизнеса, она притягательна для рабочих высокой квалификации. Но вот там следом шли категории креативный класс и научные работники, так вот оказалось по вашим же материалам, что московская среда для них не привлекательна. И тут же я вспомнила такой исторический факт, что когда создавалось активное такое развитие физики в Москве, специально для Капицы и его команды был построен город, городок по подобию Оксфорда, правда, в Москве, но это была, да, это была особая среда для высоко, так сказать, креативных научных работников. Ну вот извините за такое. Пожалуйста, вопрос еще к Сергею Борисовичу. Шагова Анна Андреевна, фонд РЖС. Вот вы говорили по поводу документов территориального планирования, да, что в них заложена, прежде всего, стратегия развития территории, если они есть, то, соответственно, это облегчает развитие территории. Но на самом деле, вот мы работаем ежедневно с документами территориального планирования, уже разработанными, утвержденными, но в большинстве случаев получается следующее, что эти документы противоречат материалам кадастра. Они, как правило, в 95% случаев не соответствуют границам существующих кадастровых земельных участков. И приходится, прежде всего, при освоении территории обращаться к тому, чтобы вносить изменения в эти документы, поскольку, как правило, зоны устанавливаются без учета кадастрового деления территории. Вот, кроме того, изначально, концепция по разработке документов территориального планирования ориентировалась на то, чтобы все эти документы находились в электронном виде, в единой базе, вот, ИСОГД, так называемая, да, которые должны были быть внедрены на территории. Можете сформулировать? Я, пожалуйста, вам. Введение коротко, значит, вот, ваше мнение, вот, я считаю, что вот эта ИСОГД, вот эта вот электронная система ведения всех вот этих градостроительных документов, она могла бы быть одной тоже из составляющих умного города. Но, к сожалению, в данный момент получается, что финансирование этих систем отсутствует. Вот, на ваш взгляд, местные бюджеты, которые, вот, продвигают идеи умных городов, способны ли они создать эти системы, консолидировать, в том числе системы инженерного обеспечения территории в единой геоформационной системе этого города? Значит, вот эти вещи... Будет ли финансирование вообще этой проблемы? не будет ничего. Значит, в чем проблема? Что, вот, то, что вы говорите, это, когда делаются генеральные планы городов без выезда на местность, быстро-быстро выигрывается конкурс, ну, в общем, там, катастрофа, конечно. Я хотел сказать, вот, сначала в ответ на вас, что везде есть троечники, давайте не обращать внимания, но на самом деле это очень большое количество вот этих самых не троечников, а уж я... И давайте сейчас вспомним про нашу конкурсную систему в проектировании, ну, ладно. Значит, но... Да, но это не повод для того, чтобы наплевать на территориальное планирование и делать так, ради Бога, извините, делается в Москве сейчас. Делается так, как хочется, а не так, как надо было бы по действующему законодательству. Так, пожалуйста, есть еще вопросы к Сергею Борисовичу? Можно маленький комментарий один, просто, чтобы разрядить обстановку. Значит, я два момента хотел, недавно по телевизору французский фильм показывали, по культуре, кажется, не помню название. Ну, короче, как говорится, пара приходит в умный дом, владельца которого является дама. Потом молодой человек встает утром, идет в туалет и не может понять, как вообще там спустить его. Она встает, потом, значит, он идет вымывать руки и тоже, значит, все это вокруг крана крутится, никак, а это подошло, там рукой так махнуло, вода потекла и так далее. То есть, технологически нет никаких проблем. Но у нас, например, вот у меня, я живу в доме 2003 года, постройки, я так понимаю, что во всех типовых проектах уже есть и соединение электросчетчиков в сети, чтобы люди в рукопашную не снимали, и вот эти водяные счетчики, уже тоже проводки, висят провода, так, все, то есть, да он беременен тем, чтобы стать умным, но он им не становится. Почему? Потому что, значит, ребята, которые производят счетчики, они уже свои бабки получили, они установили, другие, которые водяные счетчики, они тоже свои бабки получили, они установили, а дальше уже никому не интересно, значит, все это сводить в систему, ставить там интеграторы и так далее, расчеты, и в результате я, значит, каждый, ну, вы сами понимаете, месяц снимаю показания по телефону, единственное, что хорошо, что я теперь через Сбербанк онлайн, да, просто в автомате все оплачиваю и все, и я это снимаю только для того, чтобы, ну, грубо говоря, меня никто не надул, вот и все, поэтому, у кого интересно сводить все это в интеллектуальную систему, умную, нету, оказывается, интереса? Так нет, мне кажется, все-таки, ну, не совсем вы правы, ведь интерес этот должен быть у, не знаю, у власти, у исполнительной власти, которая должна в соответствии со стратегией ту или иной, пятой или десятой, вот этим и управлять, а мы уже будем вот в этих клеточках существовать. Спасибо. Есть еще вопросы к Сергею Борисовичу? Ну, вот, давайте теперь рассмотрим такую ситуацию. У нас семинар по умным городам проходит уже второй раз, и первый раз он проходил на волне конкурса по развитию московской агломерации, потому что действительно вот такая неожиданная ситуация, когда территория крупнейшего города Европы Москвы была увеличена в два с половиной раза, и появились со статусом столичного две с половиной тысячи дополнительных квадратных километров для освоения, да, очень был большой интерес всего зарубежного сообщества, в том числе и специалистов в области умных технологий, в области развития умных городов. И вот мы собирались, обсуждали будущее Москвы, обсуждали те концепции, которые предлагались лучшими архитекторами, градостроителями, урбанистами мира, и прозвучала от наших японских коллег из института Намура такая фраза, что на новых территориях Москвы есть возможность построить умный город, ну, в вашей терминологии полуумный, да, то есть не все вещи там можно было бы сделать автоматизированными, но тем не менее такая возможность была. И вот сегодня, когда мы приглашали их на наш семинар, они сказали, что они хотят взять паузу только потому, что, ну, как бы отчасти разочарованы вот тем развитием, которое сейчас происходит на территории Новой Москвы, то есть мы, имея такой шанс попробовать на новом месте строить умные города, к сожалению, его не используем, потому что застройка этой территории, она идет в традиционном ключе. Но тем не менее, мы с вами оптимисты, и вот я сейчас хотела бы предоставить слово Рыбиной Евгении Геннадьевне, это сотрудница Института региональных исследований городского планирования высшей школы экономики, она подготовила доклад по поводу потенциала российских регионов по созданию и по развитию умных городов. Пожалуйста, Евгения. Уважаемые коллеги, я хотела бы в своем докладе озвучить результаты проведенной оценки потенциала российских регионов, точнее, городов, к развитию умных городов технологий. Безусловно, создание умного города это сложный многоуровневый процесс преобразования городской среды, основанный на планировании организации городского пространства в соответствии с принципами устойчивого развития. В центре этого процесса стоит человек новой формации, производящий и потребляющий блага инновационной среды. Данный процесс можно включать и имеет поэтапный характер своего развития и на каждом этапе развития это планирование организации пространства, зонирование территорий, организация городской инфраструктуры, строительство объектов и в конечном счете создания объединения институтов власти, бизнеса и общества, поэтапно в этих элементах внедряются эти умные технологии. Обеспечивается устойчивое развитие территории, организуется интеллектуальное управление как раз при помощи технологических решений, смарт-гридов, внедряются зеленые технологии в строительстве, в энергосистемах также и в конечном счете повышается качество жизни населения при помощи новых технологий. Но мы озадачились вопросом все-таки проблемы преобразования существующих российских городов в умные. Но в первую очередь это что же мешает быть такими? Это барьеры. к которым относятся в первую очередь это низкая квалификация государственных муниципальных служащих и отраслевых специалистов в городах, что существенно препятствует установке умного оборудования, интеллектуализации. Также проблем, барьером является принятие решения властями без учета стратегических целей, задачи развития городов. то есть ручного управления, которое мешает какой-то единому видению. Пассивность местных органов власти и обслуживающих компаний, которые мало заинтересованы в каких-то движениях, в сторону умнения. Также барьером служат накопленные структурные проблемы в отраслях городского хозяйства. также это сильное влияние естественных монополий, которые препятствуют либерализации отношений, особенно в ЖКХ энергетике, и снижению тарифов и цен. Высокие затраты на модернизацию коммуникации объектов инфраструктуры в старых городах для обеспечения работы нового оборудования, его интеграции с существующим. также существенным барьером становится низкое качество населения города. То есть при низком образовательном уровне и высокой преступности вот эти умные системы, элементы умного города могут прийти в негодность из-за ненадлежащего использования просто вандализма. И стоит отметить как бы демократический фактор, это высокая доля допустим старого населения, к которому могут умные услуги могут стать просто недоступными из-за того, что они не могут перестроиться на то, чтобы пользоваться ими. То есть все города в России обладают в той или иной степени какими-то проблемами, вот этими барьерами. И мы для оценки потенциала городов России в выборку, в которой вошли 164 города с численностью населения свыше 100 тысяч человек, мы их оценили по критериям для умного развития. Это наличие экономического потенциала, хозяйственного, инновационного, кадрового, экологического и социального качества населения. В конечном итоге мы получили следующие результаты. потенциал все-таки большей частью формирует экономический финансовый потенциал, высокий ВРП, бюджет города. И естественно в лидеры попали города миллионники, ну это Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и Новосибирск. Они имеют максимальный потенциал, но развитие этих территорий ограничено плохой экологией, дефицитом территории, большой долей старого жилого фонда и объектов инфраструктуры изношенных. И такие города, они могут развиваться только вширь. Другой категории городов, которые благоприятны для развития, это опять же города с высоким экономическим потенциалом, это города нефтегазодобыча в северных регионах, к которым относятся Новая Уренго и Сургут и Ноябрьск. Но чем примечательны эти города? Туда устремляется молодое население, а молодежь, как правило, мы знаем, она более восприимчива к инновациям, к чему-то новому, и соответственно но в этих городах имеется финансовый ресурс, то есть кадровый какой-то ресурс, определенный социальный потенциал, но городское хозяйство там в некоторых случаях даже находится в упадке, то есть изношены коммуникации, но все-таки как нам кажется, там благоприятные условия для развития в том числе и смарт-гридов, высокая потребность и возможность. Но стоит все-таки обратить внимание на города, которые поменьше. И вот в наш рейтинг наиболее потенциальных все-таки попали города Подмосковья. Подмосковья такие, как Подольск, Красногорск, Химки, Балашик. То есть это еще небольшие города, которые не накопили много структурных проблем, но они имеют хороший экономический потенциал, кадровый, еще не такая плохая ситуация с экологией и хозяйственными проблемами. Эти города, они могут развиваться и брать определенные ресурсы из близлежащих вот этих крупных городов крупных городов, в том числе и финансовые, сформируя новое качество жизни, тем самым притягивая население, то есть обеспечивая отток населения, допустим, из Москвы, вот у нас анализ был московской агломерации, то есть развитие, то есть эти города могут оттягивать на себя вот эти населения и развиваться тем самым как умные. возвращаясь к городам Северного Кавказа, конечно, они у нас попали все-таки обладают низким потенциалом из-за вот этих проблем с экономикой, нестабильностью, низким инновационным потенциалом, кадровым, социальным, ну, все-таки бизнес находит там какую-то выгоду и действительно то есть создает условия для их развития, для лучшего. И все-таки с нашей точки зрения стоит обратить на наукограды. В нашу выборку попали из наукоградов Жуковский, Королев и Омнинска. Почему на них стоит обратить внимание? Это города, которые обладают хорошим инновационным потенциалом, кадровым потенциалом и социальным качеством населения. У них наилучшая экологическая ситуация, присутствует экологический потенциал, то есть из них можно создать хорошие города для жизни. Но что же мешает? Вот мы провели такой сделали свод-анализ наукоградов. К сильным сторонам наукоградов относятся это умеренный высокий инвестиционный потенциал, умеренный стабильный бюджет, высокая стабильная инновационная активность, высокий кадровый научный потенциал, талантливое активное население, экология. Безусловно, этот потенциал можно преобразовать в качественную городскую среду, которая можно будет назвать как умный город. Но что же мешает? Это все-таки мешает отток молодежи и утечка мозгов в зарубеж, ближайшие города. Почему молодежь оттуда уезжает? Из-за все-таки низкой комфортности городской среды и качества жизни населения, плохой социальной сферы. Развитие таких городов сосредоточено именно на городообразующих предприятиях и их обеспечении. и статус наукограда не дает дополнительной финансовой поддержки для развития города самого. И поэтому эта категория городов осталась на одном уровне развития. И соответственно с легкостью при наличии финансовых и административных ресурсов этот потенциал можно с легкостью преобразовать все-таки в умную среду в хорошее качество жизни. Туда же вернутся и молодежь и мозги вернутся и мы будем развиваться как умные города. Ну и в общем основным условием исходя из нашего анализа умного развития российских городов является присутствие кадрового инновационного экологического потенциала и высокое социальное качество населения. Вот это основной ресурс для умнения развития. Небольшим городам для умного развития необходим лишь финансовый административный ресурс. Возможно они нуждаются в каких-то стратегиях инновационного развития. И обеспечение умного развития города требует все-таки новых более гибких и восприимчивых инноваций форм управления и организационно-экономических методов. Спасибо за внимание. Так, уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы к Евгении Геннадьевне. Да, пожалуйста. Я внимательно прослушал. Вот единственный момент, скажем так, это, наверное, все-таки российская точка зрения, потому что я побывал на конференциях подобных об умных городах и в Германии, и в США, и в Японии. Вот у них подход совершенно другой. Они говорят о том, что умную инфраструктуру проще всего сделать в замкнутой территории. И за границей как раз это замкнутые территории. Не территории, которые приближаются к мегаполисам. Просто в силу того, что, представьте себе, организовать умный город в городе миллионники и стотысячники, это разные вещи, вот, несопоставимые. И самое интересное, те места, где действительно реализованы умные города, я вам сейчас назову, и вы наверняка даже территории таких не знаете, провинция Окинава в Японии. Это город, остров с населением 50 тысяч. Очень удобно с точки зрения того, что он вообще отстранен от Японии, он находится отдельно от Японии, и там это было легко реализовать. Следующее место, тоже города, которые, может быть, вы слышали, может быть, нет, это штат Нью-Мексико, города Альбукерки и Лас-Аламос. Тоже города, которые, в общем-то, ограничены, это, ну, в принципе, потенциал высокий научный, это лаборатории в основном и так далее, но города, которые стоят вообще в стороне от, скажем так, вот этой вот интересной жизни, в которой, вы говорите, нужно создать условия для того, чтобы там было интересно жить. А еще самое интересное, что, скажем, в Германии и в Англии считается, что чем меньше населения, тем проще реализовать идею умного города, потому что умный город, как раз заключается в том, чтобы население к нему не имело никакого отношения, то есть, минимум задействовано, скажем, население, которое управляет этим умным городом, работает в нем, а умные технологии таковы, что уровень примерно домохозяек, сломать ничего нельзя, поэтому вот в Южной Корее умный город реализуется на острове Чорджу, и вот та ситуация, о которой мы говорим, нам нужно тоже выбирать, вот с моей точки зрения, и я об этом говорил тоже на конференциях, у нас есть несколько регионов наиболее интересных, это Калининградская область, которая вообще стоит в стороне от России, вот сейчас это Крым, очень интересный регион с точки зрения реализации технологий, и как ни странно Северный Кавказ, потому что он вообще стоит в стороне от всех магистралей, вообще, я имею ввиду и газовых магистралей, магистралей линии электропередач, и так далее, то есть на этих территориях это легко организовать, потому что та инфраструктура, которая перестраивается, она может перестраиваться как раз вот с учетом умного города, Обнинск, представьте себе перестроить город, в котором в принципе новые технологии, да, не сравнить, допустим, город, это кроме Каспийск, который построен в 50-е годы, в начале 50-х, и Обнинск, в котором современная инфраструктура, вот, ну, это единственное, как бы, мое видение или замечание, скажем. Спасибо за интересное дополнение, но все-таки, несмотря на то, что вот, как бы, проблемы инфраструктуры в Наукоградах есть, несмотря на то, что Обнинск, он, 56-го года постройки, 1956-го, большей части коммуникации, она уже, более 60%, она изношена, то есть, много проблем, все-таки, структурных, вот, городского хозяйства, уже накоплено, почему, вот, как бы, есть научный потенциал, есть инновационное производство, но они, как бы, отдельно, город отдельно, и не происходит трансформация, хотя, как бы, вполне возможно. Да. Так, пожалуйста, еще вопрос. Я, вопрос, а и комментарий, спасибо. Компания Айбеса, Иваченко и Дмитрий. Я, конечно, не знаю методики, по которой, вот, делалось, это исследование, которое мы смотрели результаты, коллеги, я бы хотел, немножко возразить, с точки зрения замкадыша, да, вот, я всю жизнь прожил в замкаде, и вот, про Балашку сегодня здесь говорилось, вот, в целом, такой общий, вот, комментарий, ко всем выступлениям, я не услышал здесь слово образование, я не услышал слово медицина, я не услышал слова культура, по отношению к умным городам, и я вам скажу, почему никогда в Балашке не будет умного города, или в Королеве, потому что вся молодежь, она едет, в первую очередь, в Москву, она едет получать образование, пока она получает образование, она здесь находит работу, строит семью, начинает снимать жилье, и поселяется в Москве, не потому что здесь инфраструктура лучше, чем в Королеве, или в Балашке, а потому что здесь для молодежи более притягательно, я сам проживаю в городе, который, может быть слышали, город Электросталь, который в некоторой степени был в советское время наукоградом, был закрытым голодом, коллеги, там сейчас полная катастрофа, то есть с утра электрички, битком едут, люди за 20 едут на работу, люди от 18 до 25 едут получать образование, и вот какие-то твои деньги не вложи, ты умный город там не построишь, пока мы не будем обращать внимание на социальные вещи, в том числе, да, необходима инфраструктура, да, необходима коммуникация, энергетика и так далее, но социальную сферу забывать ни в коем случае, на мой взгляд, нельзя. И у меня еще есть вопрос, что вы понимаете под социальным качеством? Социальное качество населения? Спасибо. Спасибо. Ну, это методика оценки, она как бы, это интегрированная оценка на социальное качество населения, это у нас входило как демографическая структура населения, то есть это преобладание все-таки молодого населения, это образовательный уровень населения, высокая доля населения с высшим образованием, и тоже включили, что низкий уровень преступности в городе должен быть, то есть это минимум рисков. Ну, безусловно, что вот проблемы существуют социальные, и надо население возвращать в городах, мотивировать их, создавать какие-то условия. Вот у меня есть дети, они у меня растуты, я хочу дать образование, я не могу дать своим родным городам. У нас был там вуз, который нахлужил металлогию, металлогия закрылась, вуз закрылся, все, у меня ребенок едет в баллонку, два часа с утра туда, два часа лечка могу. Пойдем, он ухудшит, и как мы его уговорим, что дружочек даем, который у него в городе здесь, не получится, а за мной будет. Вот, понимаете, как бы декларация хорошо, спасибо, пожалуйста, давайте мы дадим слово, вопрос, пожалуйста, вопрос. У меня, если позволите, одна реплика и один вопрос. Что касается реплики, вот я хочу поддержать коллегу, который выступал передо мной только, что действительно, когда мы говорим об образовательном уровне, то это вообще должно быть, вот на сегодняшний день, может быть, одним из решающих критериев, потому что я сравниваю, вот, например, вы упомянули, по-моему, Балашиху, да, как потенциальный город, и, например, Томск, так сказать, города, которые разнесены по расстоянию очень далеко. Вот, на мой взгляд, Томск гораздо более перспективен с точки зрения умного города, нежели Балашиха. То же самое, кстати, могу сказать, если сравнивать ту же Балашиху и город Царанск, вот Мордовия, который в основном, так сказать, большая часть обслуживает Мордовский университет. Но это мое мнение, я могу ошибаться, ну, по крайней мере, это вот такая реплика. Мне кажется, без действительно вопроса об образовании, наверное, культур, ну, там много есть вопросов, но образование, вот, привлекательность для молодежи, молодежная ориентация на молодежь, это, наверное, очень такой принципиальный момент. А второе, вот у меня вопрос, вот вы говорили о социально-экономической стратегии развития, да, по-моему, вот такие слова звучали. Вот скажите, а что, на ваш взгляд, надо положить в основу этой стратегии? Ведь должна быть какая-то, ну, глобальная, как Остап Бендер говорил, плодотворная дебютная идея. Вот в качестве дебютной идеи что могло бы быть? Или для каждого города это свое? Спасибо. Ну, безусловно, стратегия каждого города, она ориентируется на его проблемы, на специфику развития, но приоритетом должно стать стремление к, ну, акцент на инновационное развитие. И, в первую очередь, это либерализация отношений, без которых трудно построить умную сеть, мультиагентную, интегрировать в единую систему и население, и власть, и бизнес, и вот все остальные, как бы, элементы, вот, умного города, чтобы они равноценно коммуницировали, была обеспечена двухсторонняя связь, многосторонняя, то есть эффективная связь, и, как бы, в таком плане, то есть развиваться. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Скажите, а вот дело в том, что, когда посмотришь ваши параметры, и, допустим, посмотришь рейтинги счастья жителей городов, то оказывается, что параметры одни и те же. И в результате получается так, что вы, значит, как бы неким каким-то там непонятным методом подложки вдруг резко переходите к науку городам. А почему вы не перешли к моногородам? Это социальный заказ страны. 70 моногородов в бедствии, причем я еще раз говорил, что их на три группы разделили, те, которые можно, как бы, оставить жить, которые на снос, и которые ужать. Так вот, обратите внимание на них, и вы решите задачу страны. Потому что здесь, а вообще рассуждать о том, делать моногород, умный город, не делать. Технологии, я говорю, все есть, висят и так далее. Тут нет никаких проблем. Можно любой город превратить в умный. Можно я вам отвечу, да? Значит, тему моногородов мы прекрасно понимаем, и те 340 городов, которые в России выделены в категорию моногородов, в их число попали, в том числе и бывшие наукограды. Но все-таки мы давайте обратимся к теме нашей сегодняшней встречи, к теме нашего круглого стола. Потому что проблем в России, к сожалению, такое большое количество, что необъятное невозможно. И мы каким-то образом эту тему затронули, но про моногорода, вот мы работали и с Минрегионразвития, это отдельная тема, если есть такое желание, мы можем эту тему обсудить отдельно. Пожалуйста, вопрос. Дело заключается в том, что эти наукогорода, которые вы выбрали, они моногорода, они были при советской власти, понимаете, созданы под решение проблем военного противостояния, так сказать, с Западом. А сейчас, между прочим, в этом направлении было и падение и так далее. Поэтому Академия наук, так сказать, офонарела в результате того, что она решала государственные задачи в 78-е годы, а сейчас нет финансирования, и они все как бы сдохли. Поэтому ваши города, наука, это те же самые моногорода, только, как говорится, с научной... Эта тема прозвучала, и у Сергея Борисова в докладе было показано, что наука города переходит в моногорода. Пожалуйста. Вопрос Евгения Геннадьевна. Такой, зарубежный опыт умных городов показывает, что разные города, новые, строятся по разным причинам, для разных целей. То есть южно-восточные, допустим, примеры показывают, я не знаю, что эти примеры, допустим, эти города, например, привлекают новые инвестиции, или просто как, ну, что-то вроде площадки современных достижений технологических и так далее. Вопрос такой, так как вы провели исследование, очень интересное, по городам России, по российской, получается, среде, как вы думаете, для чего в России можно создавать вот такие вот абсолютно с нуля новые умные города? Спасибо за вопрос. Конечно, результаты исследования показали, что потенциалом обладают абсолютно разные группы городов, это и крупные города, обоснованность создания умнений, которых связана с тем, что они привлекательны для бизнеса, для инвестиций, для вот создания какой-то умной бизнес-среды, чтобы получать прибыль. Вот остается вопрос все-таки действительно развития небольших городов, то есть создания других точек роста, которые в принципе перетянуты, возьмуты на себя общее развитие нашей страны, не только города-миллионники. Я просто дополню, почему я задала этот вопрос, я могу объяснить, допустим, вопрос такой, кто будет в общем-то финансировать в итоге такие проекты, потому что зарубежные опыты показывают, это могут быть полностью сфинансированы корпорациями, какими-то бизнес-структурами города. Как вы думаете в России какие будут модели финансирования таких городов? Спасибо. Ну, как было озвучено в предыдущих докладах, в России сейчас бизнес ищет города, потенциальные территории, куда можно эффективно инвестировать в потенциальные территории. В том числе, вот приведу пример, компания МТС уже буквально недавно объявляла конкурс на создание умного города в одном из наукоградов. были предложены много интересных вариантов. Почему же в этих городах решили объявить конкурс? Потому что там существует активно молодое население, научный потенциал, которые готовы это делать эффективно и обеспечивать прибыль компаний. Спасибо. У вас вопрос, да? Пожалуйста. Если можно, альтернативную точку зрения на эту же проблему, возникающую по поводу умных городов. Существует в каждом регионе программа по созданию бизнес-центров, бизнес-инкубаторов и технопарков. Эта программа успешно реализуется. Это как раз и является точкой притяжения бизнеса, которая создается на уровне региона. Фонд РЖС занимается активным участием в этой программе. Нам поступают заявки и территории под создание таких технопарков бизнес-инкубаторов передаются в регион. Почему не взять эти территории за отправную точку, за точку притяжения для населения и на базе этих инновационных центров бизнес-инкубаторов создать некий прототип умных городов. Создать с нуля это гораздо дешевле, чем перестраивать уже существующие городские структуры. Мы только что с вами говорили, что в Казани сейчас заложен камень умного города, который будет строиться с нуля. Это город-спутник, и считается, что это будет чистый эксперимент, чистый проект, построить новый город с нуля, причем он находится в зоне тяготения казанской агломерации, но строится он будет полностью на частные инвестиции. Вот такой пример. Повлиять на этот процесс мы не можем, потому что предпосылки к формированию умных городов, они в разных регионах России разные. Где-то это попытка возродить наукограды, где-то это желание создать образовательный кластер, в отдельных случаях это развитие технополисов. В городах наших сырьевых регионов они пытаются таким образом начать диверсификацию экономики. Поэтому дать один рецепт обобщающий, что вот мы поступаем по таким правилам, к сожалению, нельзя. Тем более эта тема, она действительно пока еще достаточно новая для России и опыта реализации умных городов у нас пока нет. Уважаемые коллеги, у нас осталось буквально пять минут. Я предлагаю высказаться тем, у кого есть своя собственная позиция. Да, пожалуйста. Я хотел бы подреагировать на выступление и совсем не собирался выступать. Но что у меня за тема? То, что... А, извините. То, что по существу выявилось два диаметриально разных подхода к очень актуальной казалось бы теме разговора. Умный город, что есть это такое? И, так сказать, вот правильно обозначено в формулировке темы потенциала перспективы развития в России. И вот обозначилось два подхода. Мне кажется, великолепное выступление сделал Виктор Геннадьевич Румянцев, который четко, конкретно обрисовал суть проблемы, показав ее, так сказать, аспекты актуальные именно для этой темы. И механизмы решений, экономические и прочее. Все остальные выступления, касаясь вообще необъятной темы города вообще, населенного пункта, каким он должен быть в идеале. Это тема идеального населенного пункта. Каким должен быть в идеале город, какие должны быть жители, какая должна быть социально-культурная среда, какие должны быть отношения, как там строить структуру системы расселения и каково место в ней умного города. Если мы располземся, то по такому широкому кругу вопросов, то мы уйдем далеко от темы, не сделав никакого вклада в собственно саму локальную очень актуальную тему. В Советском Союзе была разработана в 80-х годах генеральная схема расселения на территории СССР. Великолепный документ, которому европейцы пришли только через 40 лет. Она похерена благополучно. Но это был документ, который определял развитие и комплексно, и всех типов населенных пунктов, всех населенных пунктов различных категорий и так далее. И в территориальном, и в содержательном плане. Вместе со схемой размещения производительных сил. Поэтому, мне кажется, когда мы говорим о умном городе, то тут прежде всего подразумевается то, что сказал выступавший коллега Румянцев, это прежде всего инженерно-техническое обеспечение, современное, высоко продвинутое, все системы функционирования, все системы жизнедеятельности населенного пункта. Вот что такое умный город. А вопрос кадров приходящий, вопрос остальных, остальные вопросы, это актуально для любого города, это за рамкой темы. Мы можем говорить о том, каким быть самому хорошему городу, какой должна быть среда жизнедеятельности идеальная, какая должна быть температура окружающего воздуха, какова должна быть структура экологические характеристики и так далее. Это все другие моменты. Для того, чтобы решать проблему формирования умного города, как представляется, прежде всего нужно выделить блок инженерно-технических инновационных решений. Вот это главное, что нужно для умного города сегодня. Притом в самых разных, это энергообеспечение, это теплоснабжение, это очистка среды, это организация регулирования транспортных систем и так далее. Финансовые экономические инструменты формирования умного города. Вот то, о чем тоже сказал очень интересный и содержательный с целым рядом инноваций уважаемый коллега гурмянцев. Это очень актуально сегодня, потому что инженерно-технические системы существуют, они разработаны, а вот как реализовать в условиях острого дефицита финансовых ресурсов в нашей стране и у всех городов практически, кроме Москвы и Питера, это большая проблема. И вот те предложения по решению, по созданию финансово-экономических инструментов, которые прозвучали в его выступлении, мне кажется, проливают свет на некоторые новые решения. И организационные формы реализации этих, так сказать, проработок и проектов. Как организовать эту систему, кто должен это сделать? У нас четырехуровневая система организации управления, федеральный, региональный, районный и городской, населенного пункта уровень решения проблемы. Они плохо скоординированы. Мы сбросили все полномочия на местный уровень, на уровень города и лишив его практически ресурсов развития. Поэтому тут надо оптимизировать и межбюджетные отношения, и целый ряд других вопросов. Это уже инструменты развития. Тоже очень важный вопрос. Но именно для того, чтобы сделать умный город в инженерно-техническом, в инновационном отношении. И мне кажется, совершенно некорректно сегодня, просто пагубно расширять круг рассматриваемых вопросов при этом. потому что можно отдельно говорить о тех вопросах, о которых я сказал, других. Они не менее актуальны, но это совершенно другая область деятельности. И вот поэтому, мне кажется, если бы мы сконцентрировали внимание на этих вопросах, о которых говорил великолепно, приходится его постоянно хвалить, но это потому, что действительно, мне кажется, в самую точку попал в своем выступлении, коллега Румянцев, то вот тогда мы сможем создавать умные города. Где их создавать? Это вопрос прежде всего финансовый. Конечно, нужны продвинутые кадры, конечно, нужна воля органов управления, но прежде всего ресурсы, откуда их взять? сегодня появляются компании, которые продвигают свои инженерно-технические решения, так же, как делает вот эта компания и целый ряд других. Значит, нужно их поддержать, нужно их как бы я сказал, дать определенные цели указаний, в том числе с федерального уровня. И в этом плане, конечно, нужна стратегия развития умных городов. Я не могу сказать, что нужна система умных городов. Пока это единичные образцы, наверное, единичные объекты, и во всем мире-то они единичны, но какая-то организующая роль государства совершенно необходима. Нужно разработать, уточнив идеологию и определив само понятие, как нам понимать все-таки умный город, нужно разработать программу действий в этом направлении. Потому что нам действительно нужны умные города. Для чего? Для того, чтобы поднять качество городской среды не в социально-культурном, а именно в инженерно-техническом отношении. А для чего нам нужно это сделать? Для того, чтобы резко снизить эффективность, резко снизить стоимость затрат на эксплуатацию городских систем. Вот что главное. Вот что будирует всех в стремлении сформировать умный город как оптимальную, высокоэффективную инженерно-техническую систему. Экономия затрат на городское функционирование. И вот то, что делается сегодня разными инженерно-техническими коллективами, перевод на новые системы энергосбережения, системы отопления городского, системы электрообеспечения, вплоть до автоматических лампочек в подъездах и так далее. Все это позволяет снижать, резко снижать затраты и каким-то образом укладываться в те скудные бюджеты, которые имеют наши сегодня нищие города. И последнее. Когда мы говорим о умном городе, говорить вообще о городе сегодня уже нельзя. Мы имеем колоссальный разрыв между городами-гигантами и малыми и средними городами страны. По существу мы должны выделять три категории населенных мест. Сельские населенные пункты это особая статья. И большие города, и, грубо говоря, небольшие, малые города, все остальные населенные пункты. И подход к формированию умного города должен быть дифференцирован хотя бы по этим трем категориям населенных мест. Потому что сделать умный город Москву это грандиозная задача, которая будет решаться поэтапно, по элементам на протяжении десятилетий. А вот правильно говорил коллега, сделать умный город на 20 тысяч более-менее исполнимая задача даже по объему финансовых затрат. Вот если мы все-таки сузим предмет разговора и не будем растекаться мыслью по древу, то мне кажется вот те интересные выступления, которые прозвучали, могут быть с большой пользой использованы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Как раз-таки тема сегодняшнего нашего круглого стола и была сконцентрирована на том, чтобы дать более четкое определение умному городу и ваше выступление этому способствует. Вот Сергей Голубчиков хотел... Журнал «Энергия» и «Академия Минополия». Я бы хотел поддержать выступление моего коллеги. Где создавать города? Вот из этой таблицы мы четко видим, их надо создавать на севере. Посмотрите, больше половины городов, обладающих экономическим потенциалом, социальное качество, кадровый потенциал это северные города России. Они по определению экстремальных условий, они по определению должны быть умными. Их там нельзя безумные города, они не выживут просто. И тут единственное, что у них не хватает, это хозяйственного потенциала и инновационного потенциала. В этих столбцах их мало. Ну вот, и ответы на вопрос, где создавать и что нужно делать? Поднимать инновационный потенциал и хозяйственный потенциал. Я удивлен, почему экологический потенциал высокий у подмосковных городов, которые, мы знаем, они очень грязные. Вот смотрите, как ранее столбец зеленый. Почему-то большинство подмосковных города здесь. Хотя мы знаем, что Подмосковье это зона экологического бедствия. Ну вот. Пожалуйста. Анна Беломестова, я представляю Центр инновационного развития Москвы. Я как раз, вот, я соглашусь с предыдущими ораторами, что для каждого города умность или там движение к умному городу, это совершенно разные концепции. Я вот, но с точки зрения Москвы абсолютно не согласна с узким пониманием смарт-сити, как такой технологической инновации, какой-то город будущего, в котором все автоматизировано и все работает. В Москве, на мой взгляд, одна из самых важных проблем это оторванность власти от жителей и в том числе неинтегрированность в лучшие практики. Поэтому вот одна из важных тем, которыми мы занимаемся, это в том числе внедрение в практику открытых запросов поиска инновационных решений самых лучших, которые существуют. Ну, можно сказать, конечно, что действительно у Москвы не так много финансовых проблем в плане внедрения инноваций. И с другой стороны, внедрение механизмов использования, то есть считывания проблем жителей и считывания запроса на развитие города. Хотя при этом тоже соглашусь с тем, что можно сказать, что стратегии Москвы такой глобальной не существует. такое мнение. Спасибо. Я помогаю еще завершающие выступления. Да, еще одно завершающие. если завершающие, я попробую тоже достаточно коротко. Вы знаете, коллеги, я просто хотел обратить бы внимание на два обстоятельства, которые здесь как-то так упоминались, но вскользь. Значит, если мы говорим о проекте «Умный город», вот эта система, системы и так далее, вот обратим внимание, проект. Вы знаете, на проект всегда должен быть заказчик. Кто является заказчиком проекта «Умный город»? Вот давайте мы об этом подумаем. Если это местное самоуправление, так сказать, местные органы власти, значит, тогда вопрос, ну, просто мне довелось очень много проектов сделать в своей жизни, правда, вот, может быть, к сожалению, или к счастью, не из области «Умного города», а немножко других. Тогда какие проблемы этого заказчика будут решены в результате реализации данного проекта? Если это проблема в том, что просто население приедет и будет жить, ну, это здорово, но, по-видимому, все-таки мы так или иначе придем к необходимости, вот почему я вам задавал этот вопрос, идея и стратегия развития, то есть, все-таки, что этот «Умный город» будет делать? Если он просто город для жизни, значит, рядом должен быть какой-то, научно-производственный комплекс, где эти люди будут работать и, соответственно, подпитывать этот город, либо, если это сам город будет что-то производить, понимаете, вопрос заказа, это первое, и второе обстоятельство, это, конечно, вот если мы говорим о том «Умный город», это город, в котором людям комфортно жить, значит, давайте подумаем о том, чем измерить уровень этого комфорта, ну, это не обязательно, там должно быть в деньгах, да, но, по крайней мере, вот какая-то, какой-то эквивалент у нас должен быть, потому что, опять же, это мы возвращаемся к проблеме заказчика, реализации, там, его какой-то потребности, ну, должен быть критерий, реализация того, что задача решена или задача не решена, вот давайте, я просто предложил бы обратить внимание на эти проблемы, спасибо. у вас выступление или вопрос? Хотела добавить, ни один умный город не будет считывать, с ним не будет разумной экологической политики, потому что сейчас, что у нас происходит, прикладная экология умирает просто, и все города, у них большие эти проблемы, поэтому, что-то создавая новое, сначала надо выработать новые нормы, и действительно, эту экологическую политику, чтобы людям комфортно было жить в той среде, в которой они живут, от этого зависит качество их жизни, вот это хотел маленькие добавления сделать по поводу экологического потенциала, ни один потенциал не сохранится при отсутствии экологической политики, он быстро исчезнет, он будет просто на глазах таять, что мы наблюдаем, например, новые территории, которые присоединили к Москве, особо храняемые природные территории срубаются под населенные пункты, а это легкие Москвы. Спасибо большое, уважаемые коллеги, я так полагаю, что в основном все уже высказались, и мы будем с вами завершать наш сегодняшний круглый стол, подведем очень коротко итоги. Вот по нашим выступлениям, по обсуждению, по дополнениям и вопросам становится очевидным, что формирование умных городов, их развитие, это сложная междисциплинарная проблема, потому что если сводить формирование умных городов только к умной инженерной инфраструктуре, то все равно возникает вопрос, а для кого создавать эту умную инженерную инфраструктуру, и стоят ли затраты на инфраструктуру как бы тем результатам, которые будут получены при функционировании города с умной инфраструктурой. Это, конечно же, и вопросы экологии, это и вопросы зеленых технологий, потому что умный город, он предполагает энергоэффективные технологии, которые, по сути, являются зелеными технологии. То есть круг вопросов очень широкий и очень сложно все привести к одному знаменателю. Поэтому сегодня нам очень приятно, что все вы пришли сюда к нам для обсуждения этой темы. Я полагаю, что по результатам нашего круглого стола, у нас велась стенограмма, мы сделаем резюме нашего круглого стола, обозначим основные проблемы и основные предложения, которые здесь прозвучали. Каждый участник получит эту стенограмму. И я надеюсь, что в будущем мы будем делать уже круглые столы, которые сконцентрируются на более узко, более конкретных, на тех проблемах, которые связаны как с умными городами, так и с моногородами, и с наукоградами, и просто с комфортным проживанием в российских городах. Спасибо всем большое за внимание, всем выступившим, и особенно нашим докладчикам. Спасибо. 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 Спасибо.